Скачал какую-то версию, где говорят по-английски, плюс 16 видео выложил, замучился, постоянные глюки, постоянное зависание. И вот я порылся на просторах интернета и нашел сайт, на котором эта игра с русификатором, в которую я в дальнейшем и буду играть. А те попытки я оставил, но в ту англоязычную игру играть не хочу. Может быть, тут повезет. Постараюсь все делать правильно, и может игра не будет стопориться и зацикливаться. Да, что-то долгенько загружается, но остается только ждать. Вот она, что-то вроде как должна грузануться. Так, значит, на чем я там остановился? Загрузить игру. Остановился я вот тут. Опять загружаем. Вообще игра громоздкая. Восемь, по-моему, гигабайт занимает. На диске. И такая эстонская. Замедленная. Ну что, попробуем посмотреть, какие предстоят задания. Поговорить с Тиган в музее. И поговорить с судьей Денфортом. Хорошо. Попробуем позвонить. Звоним папе. Дэнс, я вспоминал о тебе. Как продвигается расследование? Есть новость зацепки? Привет, пап. У меня как раз наметился прогресс. Чтобы не оставить камня на камне, иногда все не так, как выглядит. Да, я знаю это, пап. Ты же знаешь, я дотошная. Так, держать. К сожалению, у твоего старого доброго папы есть свои дела, которые требуют его внимания. Но держи меня в курсе твоих успехов. Хорошо, поговорим позже. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, малыш. Пока. Так, папа ответил. Так, теперь. Доктор Элизабет Хёрст из Австрии. Эй, это Нэнси Дрю. У меня есть еще пара вопросов, если ты не возражаешь. Ох, привет. Да, я помню тебя. Прости, забыла о часовых поясах. Все хорошо, хорошо. О чем ты хотела спросить меня? Я хочу узнать об обвиняемых в судах над ведьмами. Понятно. Ну, сосредоточимся на судах над ведьмами Сауберджекля, в замке Мушем и его окрестностях в конце 1600-х. Тогда появилась четкая, но необычная схема ареста, пыток и казни что-то около 139 человек. Ужасно. Что ты имеешь в виду под схемой? Жертвы, изгои общества. Инвалиды, бездомные, бедняки. Больше половины из них это дети и подростки, которые собирались в банды нищих и мелких воришек, чтобы выжить. Удивительно, но более 2-3 обвиняемых ведьм в этом деле составляли мужчины. Это так грустно. У них не было ни единого шанса. Действительно. Их низкий социальный статус сделал их уязвимыми для общественного презрения и преследований. Никто точно не знал их местонахождения. В частности, искали молодого человека, но так и не нашли. Якобы Коллера. Слухи о его черной магии с каждым днем становились более дикими, перерастая в маниакальную охоту на ведьм. Ммм, это пугает. Не хотелось бы, чтобы такое случилось в Салеме во второй раз. Именно поэтому важно рассказывать о прошлом. Хочешь еще что-нибудь спросить? Ну да. Можешь рассказать мне больше о Садье Сьюэле? По крайней мере, он пришел в себя, но слишком поздно, чтобы спасти жертв судов. Думаю, он пытался загладить свою вину разными способами. Хотя, и не избежав проблемных взглядов того времени, Сьюэл решительно протестовал против рабства, написав самые ранее из найденных трактатов того, что должно было стать Соединенными Штатами. Приятно слышать, что люди могут учиться и делать благие дела. В самом деле, другие вопросы? Ты нашла еще какие-нибудь секреты касательно А.В? Ничего, кроме того, что ты уже и так знаешь. У него завораживающий дизайн, который стал популярен во всей Европе столетиям позже под руководством известного немецкого краснодеревщика Дэвида Рентгена. Интересно, как Сьюэлу удалось опередить свое время? Привидение плотницкого дела еще не пришло? Что? Мир всегда был наполнен хитрыми ремесленниками. Другой пример механических сосудов с подолхом и мебели можно найти гораздо раньше, в работах главного инженера 12 века, Исмаила Аль-Джазари. Ах, но я увлеклась. Жаль, что я не смогла достать книгу раскаяний. Замок А.В. У тебя есть предположение, что это может означать? Боюсь, что нет. Я посмотрела несколько вариантов, но не нашла ничего, что считаю правдоподобным. Мне очень жаль, но я не могу тебе помочь. Но если ты узнаешь, пожалуйста, дай знать. Мне самой очень интересно. Ладно, все равно спасибо. Верно. Хорошо. Еще вопросы? Ну что ж, доброго вечера. Ночи. Спасибо, что нашла время для меня. Было приятно снова поговорить с тобой. Не за что. Пожалуйста, поделись любыми историческими открытиями, которые сделаешь. Я буду очень признательна. Обязательно. Ну что, кому еще позвоним? А ну-ка, Мэй Перри, ответь это что-нибудь. Извини, что разбиваю сердце, избегая тебя. Попробуй позже, если захочешь. По крайней мере, она честна. Не хочет разговаривать. Так. Это Никерсон. Привет! Вы позвонили на голосовую почту Неда Никерсона. Простите, но сейчас я не могу ответить. Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала. Так. Автоответчик. Так, ну а шо там Тиан, которая в музее? Привет, Лэнси. Надеюсь, все в порядке? Я сейчас немного занята, но могу ответить на пару вопросов. Чем могу помочь? Привет, Сиган. Конечно, все в порядке. Где я могу взять билеты на тур настоящих ведьм? Ах, да, я забыла упомянуть. Я продаю их в музее на входе. У нас договоренность. Тебе бы лучше узнать о настоящей истории в музее. Понятно, спасибо. Я отыщу зерно правды. Да, это навык, который тебе определенно понадобится. Чем еще я могу помочь? Просто проверяю. О, не беспокойся обо мне. Извини, что я так резко вела себя раньше. Я просто была такой... У меня все под контролем. Меня беспокоит Мэй. Она ведет себя агрессивно, но она еще ребенок. И меня злит то, что люди делают поспешные выводы, даже не зная ее. Я это понимаю. Обещаю, что не буду судить ее несправедливо. А ты не забудь позаботиться о себе. Спасибо. Я постараюсь не дать городу добраться до меня. Мне пока хватит. Возвращайся к работе. Ладно, увидимся вечером. Я надеюсь, ты делаешь успехи. Мэй рассчитывает на тебя, хоть и не показывает этого. Спасибо. Я сделаю все возможное, чтобы добраться до сути этого дела. До скорой встречи. Так, обзвонили всех. Так, значит, поговорить с тем и поговорить с судьей. Так, ну, для начала поговорим с Мэей. Мэй рассчитывает на тебя. Не против. Ну, что ж, осматривай. Пеший туризм по Патагонскому Нагорью. Сафари в глубинке. Руководство по выживанию в тропических лесах Мьянмы. Перри на самом деле любят приключения. Удалитель ржавчины. Удобно. А вдруг немного упрямый оксид железа станет препятствием расследования? Так, взяли. Так, заглянем в корзин. Перри избавляются от бумажек. Какие молодцы. Подожди-ка. А это что? Кто-то, должно быть, сильно разозлился. Даже разорвал записку. Ну-ка, попробуем ее собрать. Так, ну что ж. Как всегда, правой кнопкой переворачиваем. Так, сначала раскидаем. Да, и тут, по законам жанра, если кусочек подходит, то он, как говорится, намертво прилепляется. Есть. Есть. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я знаю Ну, прочесть прочли Но ее надо полностью собрать Иначе она в зачет не пойдет Так Так, вот эта сторона Нет Так, есть Ну, еще чуть-чуть Сейчас, сейчас, сейчас Так, я знаю Так, осталось Вот этот кусочек Пожалуй, вот этот Ну и все Финиш Да Это же записка Но зачем ее так рвать? Так, записка Будем дальше Дом осматривать Какие-то футки Эй! Я там нашла эту записку Где там? Я нашла ее в вашем мусоре Там написано Я знаю Да Я умею читать И? И я не знаю, о чем она Не ройся в моем мусоре С меня хватит разговоров, ясно? Куда уж есть с ней Кабриолет Дирдре Выглядит поразительно знакомо Кабриолет Дирдре Ну что Поднимемся на второй этаж Я не должна заходить в комнату Мэй без приглашения? Ну да Отсюда район выглядит спокойным А вот так Если нажать правую кнопку То мы осматриваемся Ха Ага Чтобы рассмотреть Надо правой кнопкой Так Так Фотография Диан Это Оливия А это Лорен И написано Ковен Вообще Вообще так похоже на Козин Так Больше тут нас Ничего не интересует Пожалуй Тфу-тфу-тфу-тфу Пока игра идет без глюков Да Там Тфу-тфу-тфу-тфу в Б Hot Ах Короче, повсюду свечи расставлены. Так, тут активных зон нету. Отсюда с кухни прекрасный вид на улицу. Ну что, поговорим с Дирдрю. Ты готова ехать? День-то заканчивается. А чем ты на самом деле занималась до того, как приехала за мной в аэропорт? Что ты имеешь в виду? Ты не ответила Мэй, когда она спросила, почему ты так долго не появлялась здесь. Я не ответила? Да, потому что я ездила в полицию. И? И они все еще изучают улики. А когда они узнали, что Мэй моя кузина, то сразу же упали от смеха. Они считают, что она это сделала? Все так считают. Итак, я сама пошла проверить особняк Хаттерн Хаус. Но внутрь я не зашла. Привидение? Что? Нет. Там был какой-то чудак, который рассказал мне, что привидение украдет мою душу. Мне стало страшно, а потом я узнала, что все в этом городе верят в привидение. Так что я... Не вошла. Ну, что бы это ни было, или кто бы это ни был, этому есть объяснение. В полиции тебе что-нибудь сказали? Хоть что-нибудь? Они сказали мне, что в городе есть судья Дэнфорд, и он знает все детали дела о поместье Хаттерн Хаус. Я нашла его кабинет, но он вроде как не пускает меня к себе. Поверь мне, я старалась. Я знаю его не очень хорошо, но достаточно, чтобы прийти к нему и поговорить. Хорошо. Мы едем в город или как? Конечно. Кому выгодно сжечь дом? Может быть, страховое возмещение? Возможно. Средства, мотив и возможности нам нужно начать опрос. Посмотрим, сойдутся ли эти три пункта. Что подсказывает твой опыт? Обычно это нечто гораздо более личное. Эта экскурсия кажется интересной. Только не говори, Тиган, про свой план. Это позволит мне лучше узнать город. Ты хочешь познакомиться с настоящей ведьмой Салема? Да, верно. Возможно, она что-то знает. Интересно, почему она так не нравится Тиган? Дрю, тебе не обязательно все расследовать. Похоже, Оливия крадет экскурсантов Тиган. Ты действительно хочешь отправиться на эту глупую экскурсию? Тебе не обязательно идти со мной. Бок о бок. Если честно, там будет гораздо веселее, чем в музее. Ну что, погнали. Нэнс, как дела? Спасибо, что наконец-то ответила. Ах, извини, я была в самолете. Работаешь над новым делом, да? Ты в курсе, Нэнс, что тебе следует больше отдыхать? Это не работа для меня, это развлечение. Кроме того, преступники не берут отпуск. Кстати говоря, как у тебя дела? Нэнс, давай же! Да, одну секунду. Похоже, тебе весело. Ты знаешь, обычная тусовка, ничего безумного. Скучаю по тебе, Нэнс. Я скучаю. Эй, не повторяй! Тоже. Я перезвоню тебе позже. Перезвоню позже, Нэнси. Зажигалка с леопардовым принтом. Почему здесь? Надо забрать. Я думаю, мы должны отправиться к судье. А ты? Может, лучше сходим на экскурсию про ведьм? Возможно, узнаем что-то интересное? Ты серьезно? То ведьмы это круто. И даже не предполагаешь, что нового можешь узнать. Да что с тобой такое? Я думаю, мы должны отправиться к судье. А ты? Звучит неплохо. Давай встретимся с судьей. Да. Пойдем. Так, ну, вот этот вариант игры мне что-то больше импонирует. Чем тот вариант, в который я играл. Ну, чтоб не залазить. Тьфу-тьфу-тьфу. Так. Передохнем. И пойдем дальше. У нас много интерес. Так, ну шо, загрузилась? Еще пока грузится. Так, кажется, загрузилась. Это божество. Ну что? Вот. Там. Я утрек. Этоечка. Что? Как сейчас?